Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Мастер Чу. В этом видеоролике я покажу вам, как я бустил и закрывал некоторые коллекции на своем персонаже, кладоискателе Адала. Расскажу, сколько вообще сил в это было потрачено, что я с этого получил. Ну и, соответственно, всем приятного просмотра. Не забывайте, что в описании к данному видеоролику имеется реферальная ссылка для того, чтобы начать играть в любую версию Lineage 2, будь то Main, Legacy, Essence или Eva. Проходите по ней, регистрируйте новые аккаунты, получайте бонусы и наслаждайтесь игрой. Ну и по классике, друзья, это буст моего кладоискателя Адала, моего мейн-персонажа. Это история, которая длится уже на протяжении четырех, можно сказать, что месяцев. Это три-четыре месяца я бущу этого персонажа. И в какой-то момент я дошел до того, что решил, что, друзья, пора закрывать коллекции. Один из, скажем так, блогеров, да, недоблогеров в подборочке с различными видеороликами линейки высказался. Ой, вот вы пойдете играть в Lineage 2 Main, начнете бустить персонажа, все у вас будет круто. Но когда вы дойдете до коллекции, у вас пойдет кровь из глаз, и вы ливнете с этого проекта и пойдете играть в наш прекрасный Essence. Ой, да, собрат, конечно, по пухлости сказал мощно, но в целом интеллекта за этим молодым человеком замечено не было, особенно после того, как его пинком под зад отправили из-за новой. Ну, так вот, я решил проэкспериментировать и дойти до этих самых коллекций и посмотреть, насколько это больно и насколько это дорого. Да, друзья, сразу скажу, это дорого. Больно ли это? Нет. Да, действительно, достаточно очень большое количество предметов нужно добавлять в коллекции, но буст, который получает ваш персонаж, при этом достаточно большой. Вероятно, вот этот приятный щекастенький молодой человек, который высказался таким образом, просто-напросто переживал, что когда он будет ливать с майна, он не сможет окупить тот самый буст, который вложит в коллекцию. Ха-ха-ха. Ну, и не будем уделять ему очень много внимания. Как вы видите, сейчас происходит проточка синтез камушков, которые необходимы будут нам для того, чтобы вставлять их в коллекции и бустить нашего персонажа. Терсики. Терсики мы с вами уже довели до трех, соответственно, будем сейчас смотреть, какие нам они нужны в этих самых коллекциях. Их нужно огромнейшее количество, на самом деле, и большинство из терсиков, которые нужно вставлять в коллу шестого уровня. Да, туда нужно вставлять буквально каждую шмотку, которую вы гипотетически могли бы носить на каком-то классе. То есть, ваш буст, это на самом деле не только тот шмот, который вы на себя надеваете, но и тот шмот, который вы добавляете в коллекцию. Представьте, что вам нужно экипировать целую армию бойцов, которая пойдет воевать в этом мире Эль Морадена. Тут мы уже с вами протачиваем терсики с трех на четыре. Цель наша очень простая, довести их до шестерки и позакрывать максимальнейшее количество коллекций для того, чтобы получить дополнительный буст. Уже переходим с пятую на шестую фазу, ну и начинаем, собственно, вставлять эти самые коллекции. Что могу сказать по поводу колл еще дополнительно? Я не привык делать какую-то одну коллекцию. То есть, браться, допустим, за коллекцию на плюс два физатаки и закрывать ее полностью. Я привык бустить коллекции именно через большое количество итемов. То есть, к примеру, мы вот сейчас с вами взяли терсики и мы углубляемся чисто в них. Я начинаю закрывать все терсики, которые возможно закрыть в коллекции. Ну, по крайней мере, с тем бюджетом, который я готов на это потратить. Вот. Начинаем вставлять. Да, здесь нужно будет еще большое количество предметов. Это и сферы, это и заточки, это и шмотка, плюс еще и ЛСы. Ну, короче, очень и очень много итемов. Но если я постепенно не буду этого делать, то мы с вами не придем к какой-то великой цели. Вот мы закрыли с вами дополнительно 6 терсиков и переходим с вами дальше. Решил подточить также еще, просинтезировать и камушки, 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 боже, как они называются-то. Ой, паника, паника у мастера Чу. Три, два, один. Шилен, да, Шилен. Руны Шилина, кристаллы Шилина. Сколько имен было у этого предмета в линейке, это просто уже жуть. И какими только методами они не делались. Вплоть до аллигаторов или не аллигаторов, как он там называется, этот остров. Ну, короче, просто жуть. Очень долгий, мучительный этот процесс. Тем не менее, мы с вами уже хреначим их на тройку. Сейчас мы успешно с вами улучшим, засинтезируем данные предметы на плюс 3. Но, кстати, вот на Шиленах я, честно вам скажу, я сломался. И я такой посмотрел, сколько их надо. И такой, нет, нам нужно синтезировать их дальше. Здесь уже синтез идет с 3 на 4. Довольно большое количество итемов четверки, мы гоним в пятерки. Меня сломал тот момент, что в коллекциях, кроме Шиленов шестых, да, которых нужно большое количество, нужны еще именно пушки. Да не просто пушки, они должны быть еще и усиленными. То есть это довольно, довольно сложная коллекция и довольно больные. Поэтому я решил скипнуть этот момент и доковырять синтез Шиленов до десятки. Ну, мне, соответственно, нужен хотя бы десятый Шилен. Я очень надеюсь, что я его однажды уже наконец-таки доделаю. Ну вот, у нас получилось несколько седьмых. Получился раз восьмой, два восьмой. Ну и я такой думаю, два восьмых, хороший шанс сделать девятку. А девятка это уже точно лучше моего восьмого Шилена, который вставлен в мою пушку. Ну и давай, 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 мастерчу, успехов тебе. Нет, раз фейл, два фейл, мы обосрались, как обычно. Дальше я потыкал немного книжек, решил подбустить скиллы Забытые Силы. Там скоро их собираются убрать из магазина, поэтому я думаю, что эти итемы нужно как можно скорее делать, потому что цена на них, вероятнее всего, вырастет. И сделать тридцатые Забытые Скиллы будет немного дороже, чем это возможно сделать сейчас. Поэтому вот я решил подзакрыть еще дополнительно Забытую Силу Мастер. Дает большие, хорошие процентики, проценты урона, проценты защиты. Очень хорошие способности. Но опять же, если бы я рассматривал игру в Lineage 2 Main как версию, в которую я прийду и сбегу через месяц, я бы не стал вот эту непередаваемую внутрянку своего персонажа бустить. Ну а поскольку я хочу прийти к успешному успеху, нужно бустить и коллекции, и те же самые Забытые Скиллы. А без них вообще никак и никуда. Так, переходим с вами дальше. Тут уже я разошелся, тут уже стихийная защита у нас с вами пошла, параточка дополнительная. И по-моему я сейчас еще защитную, защиту, да, защиту дополнительно проучим. Хоп-хоп. Еще проценты, проценты. Вот из этих маленьких микропроцентов, собственно, ваш буст и складывается в Lineage 2 Main, да и в любой другой линейке. Ну и вот такие вот у нас получились Забытые Скиллы. На данный момент постепенно мы растем. Я уже начал задумываться о том, чтобы крафтить себе артефакт на плюс 11% урона. Все-таки он достаточно дорогой на данный момент. Я пытаюсь сделать из осколков. Мне повезло один разочек или даже два раза я делал цельные артефакты из маленького количества осколков. Но, как вы видите, успех, успех к успеху мы с вами не пришли. Ну и переходим дальше. А дальше у нас с вами еще дополнительно небольшое количество лутбоксов просел. Решил, что нужно попробовать ткнуть еще разочек. Для этого решил открыть лутбоксы. Небольшое совершенно количество. По-моему, с именно этой партией лутбоксов ничего нам особо не упадет. Но осколки, чтобы ткнуть еще разочек, у нас вроде как их хватит. Вообще, вот этот артефакт на урон – это очень крутая вещь. Это слот, который прям всем веб-заловку в какой-то момент рано или поздно придется делать. Давайте смотреть, повезет ли мне. Так, выбираем. Недостающий мне артефакт. Пробуем крафтить. И нет, неудача. Не получилось нам в этот раз сделать арт. Тогда я пробую засинтезировать, точнее усилить свой красный артефакт на урон. Сейчас мы с вами возьмем сразу несколько третьих артефактов. У нас есть дополнительные еще осколки артефактов. Или кристаллы. А, кристаллы артефактов они называются. Забираем сразу плюс третий. Сейчас откроем. У нас с вами будет с десятки получается сколько? Пять попыток. Пять попыток сделать его восьмым. Боже. Опять не туда ткнул. Окей. Ну и давайте смотреть. Давайте смотреть. Хоп, хоп, хоп. Ну, давайте пробовать. Да, как видите, плюс третий нужны для улучшения уже. Это прям жесть как дорого. Дальше. Тоже не заходит. Так, ну давай с третьего раза может быть хотя бы зайдет. Третий раз, третий раз. Нет. Нет, с третьего раза тоже не заходит. Четвертый раз. Нет, меня решила игра вымучить по максимуму. Давайте пробуем. Может с пятого раза хотя бы зайдет. И да, и мы высвечиваемся на весь сервер. Плюс восьмой артефакт. Ура. Нужно десятки, конечно, делать. Пробуем на девять еще раз. Но нет. Не идет не в этот раз. Еще немного книжек я засунул с вот этой лутки дополнительно в забытую силу. Я чувствую, что скоро мы придем к тому, что у меня все скиллы будут тридцатые. И решил дополнительно еще открыть коробочек. Лудоманская сила, да, как говорится. И достали мы улучшенный камень рун буквально с первых коробок. Но посмотрите, я сейчас специально ускорил. Просто чекайте, какой голимый лут идет дальше. Улучшенным камнем рун, конечно, мы окупаем многое. И это дополнительная возможность. Мне на 115 левле нужно будет улучшенного ангела смерти. Еще на второй левел проучивать. Мне этот камушек понадобится. О, и просто смотрите, смотрите, смотрите. Это просто жесть. Больше половины коробок открыты. Ничего не упало. И сейчас, по-моему, только под конец раздуплится вот этот пак опенинг. Более-менее что-то начнет выпадать. Да, вот нам упал куб улучшенного звездного катиона. Мне уже эти кубики, честно вам могу сказать, что максимально поднадоели. Да, они, конечно, стоят денег. Нормально они дают окупаемость любого пак опенинга. Дают хорошие цифры, показатели. Но они у меня уже есть. Это уже не тот самый итем, который мне сейчас нужен. Конечно, можно их добавлять в коллекцию. Можно попробовать сделать агатиона дракона. Но я что-то почитал. Вы мне рассказали, как сделать этого самого агатиона. Это нужно лететь в Хейн. Из всех улучшенных агатионов делать агатион дракона. Но когда ты его делаешь, он при этом совершенно слабый. Его еще точить там нужно будет на каких-то дико нереальных шансах. Ну, очень-очень дорогостоящий итем. И, как видите, нам еще падает сундук с серьгой дракона плюс третий. Вы помните, как я люблю серьги дракона плюс третий? Я считаю, что я люблю с ними делать. Ну, короче, сейчас вы дальше все увидите. Да, ну и, конечно же, я говорю, я увидел вот в подборочке, где горят очень сильно на коллекции. Но я, как человек, который закрывал коллекции в Lineage 2M, закрывал коллекции в Lineage 2 Essence, могу сказать, что в мейне это не настолько уж большая беда. Да, их много, да, они есть, но это настолько эндгеймовая история, что нет смысла каким-то образом переживать по поводу закрытия коллекции в Lineage 2 Mane. Вы постепенно, постепенно, постепенно их будете закрывать в соответствии со своим бустом. То есть нет смысла совершенно никуда спешить и как-то париться по этому поводу. Ну, вот такой вот у нас получился покопенинг. Смотрите, что оттуда было вытянуто. Вообще акция лютого говна. Что-то я каким-то образом туда кнулся очень и очень сильно. Вы видите, аж несколько видеороликов посвящены ей. И ни разу я не достал что-то прям сверх крутое. Да, вот такие Agation у нас с вами выпали с кубиков. Ну и все это дело надо продавать. А, нет, стопэ, мне упала не сережка, мне упала жерелка. И ожерелку нужно пробовать точить. Давайте попробуем прийти к успеху, заточить это самое ожерелье. Три, два, один, погнали. И есть четвертое ожерелье. Это уже хорошо, но мне явно четвертого мало. Я буду пробовать точить на пять. Пробуем с вами словить удачу. Здесь довольно хорошие шансы на успех. Довольно хорошие по сравнению с тем, какие они обычно в линейке. Там 3%, 0,1%. Хорошие цифры и нет, неудача, к моему большому сожалению. Можно было брать эту ожерелку и бегать с ней. Да, и очень часто, кстати, не попадает в кадр то, как я все, что полудил, да, открывал с акции, продаю. Да, вот это вот такая вот боль. Поделитесь своим опытом, как вы выставляете на аукцион предметы с акции. Вы выставляете по самому минимальному прайсу или вы ставите средний прайс и ставите надолго, там, на 3-5-7 дней. Будет интересен ваш экспириенс, пишите это в комментариях. Я обычно выставляю предметы чуть ниже минималки, но если я чувствую, что этот предмет уже просел в акцию, тогда я ставлю его на, там, допустим, 7 дней и по среднему прайсу. Потому что я понимаю, что он рано или поздно продастся, ультрасрочно мне какая-то адена не нужна. И я не особо-таки заморачиваюсь по этому поводу. Сейчас решил поточить, покричать на весь сервер, да, что я точу кольца падшего ангела. Их уже на самом деле в таком количестве падает, что я, честно, не знаю, куда их девать. Солить, что ли? Может быть, твинов одевать? Вот, не знаю, теперь уже и ангела обычного непадшего мы с вами точим. Здесь, кстати, довольно неплохо, по-моему, зайдет. Кучу раз нас прокричит на весь мир, что мастер Чу заточил там успешно. Бац, 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 да, вот видите, прям целая полоска вылетела. Несколько успешных заточек, но в итоге все сломали. Ну и решили пооткрывать еще дополнительно сундуков. Ой, боже. Лютая акция говна. И я, честно, не понимаю, в чем меня она настолько взяла, что я настолько много сундуков открыл именно в эту акцию. Честно, не знаю. Вот прям... Хотелось бы дождаться какой-нибудь другой акции и во что-то более хорошее вкинуть. Но здесь выпала ожерелка дракона. Плюс 0. Ну и дополнительно еще и большой камень пятого уровня. В целом лут довольно-таки приятный. Смотрим дальше, что еще упадет. Я могу вам заспойлерить. Результат вот этого по копининга достаточно приятный. О, кстати, усиленная сверкающая энергия самоцвета. Есть попытка сделать улучшенного рубина. Ну, рубин еще на плюс 1. Но я что-то в это дело не верю. Пока что я, наверное, сверкающую энергию самоцветов буду продавать. Потому что мы подошли к какому-то такому рубежу, что дальше, если их ковырять, то надо скупать массово эти энергии и пробовать сразу гнать в десятку камни. Ну, не знаю. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Открываем с вами сундуки дальше. Еще большой ларец упал один. Это вроде нам. Нет, не нам. Да, вот кубики пошли падать нам. Отлично. Вот этот опенинг, кстати, довольно неплохой. Мне тут чел написал в личке, что типа продай за 19 или за 18. Я его к хренам послал изучать сцены на Элькарде. Но иногда настолько вот подобные челы, которые надеются на незнание, бесят и пытаются у тебя что-то вырвать с руками и с ногами. Это очень сильно триггерит. Поэтому, ребят, вы не обижайтесь, но если вы там пытаетесь кого-то что-то развести, не удивляйтесь, если вас потом посылают на три буквы или в какой-нибудь там ближайший лес. Поэтому изучайте цены, будьте в курсе цен на рынке и не пытайтесь, не ловитесь, скажем так, на такие вот приколюхи. Ну и, соответственно, вот такой еще один дополнительный опенинг. Лутецкий довольно неплохой. Это ожерелка, это плюс камушки, это плюс скорпион, который абсолютно точно уйдет. На 8 у нас не пошла сайха. Не расстроен абсолютно. Ну и точим ожерелье. Ожерелье дракона заходит на плюс 1. Ожерелье дракона я тут же сейчас буду сразу точить на плюс 2 и на плюс 3. Давайте смотреть. Где же точка? Так, хоп, точка. Точим на плюс 2. Успешно заходит. И точим на плюс 3. И успешно заходит. Заспойлерю сразу. Ожерелку дракона плюс 3 я продал за 67 или 69 или миллиардов. За хороший прайс она ушла без селенита. Я не хочу ее пока что носить. Я, наверное, буду в ожерелье дракона переодеваться где-то, начиная там с плюс 5, плюс 6 ожерелье. Посмотрим. Начал закрывать коллекции. Закрыл вот эту. Брелок Овна плюс 7. Закрыл коллекцию, которая дает еще дополнительные на атаку. При колюшке. Закрою сейчас еще одну подобную, такую же. Можете ставить на паузу. Смотрите, все коллекции, которые я вот сейчас буду закрывать, они довольно дешевые и дают при этом очень-очень много характеристик. Ну и здесь, видите, обязательно нужно бижу анкела закрывать. Это очень просто и очень быстро. Вообще, если бы я раньше занялся коллекцией, я бы, наверное, большое количество итемов, которые просто переточил в свое время, я бы, наверное, засовывал лучше в колы. И процент закрытия коллекции у меня бы сейчас был значительно-изначительно лучше. Хоп, закрылась еще одна коллекция. Нужно сосредоточиться, кстати, мне на закрытии коллекции, которые дают защиту от всех стихий. Это реально крутые коллекции, это очень важный показатель. Потому что, если у вас защиты нормальной не будет, то во многих локациях вы будете получать по лицу с заиксованным уроном. А нам такой с вами не надо, правильно? Правильно. Мы хотим успешно качаться и прийти к успешному успеху, чтобы наш ножик просто стал топом. Мы, собственно, к этому с вами уже третий месяц плотно так идем. Энергию вот эту мы пока не покупаем. Ее очень мало на Элькарде, не знаю, с чем это связано. Когда появится на рынке, тогда докупим и закроем колу. Ну и здесь у нас с вами довольно геморрная коллекция, потому что стоя на споте вы ее не закройте. На плюс один ко всем статам. Это надо лететь в город, покупать обычную Карли. Вообще вот эту самую коллекцию можете закрыть прямо в первую очередь. Плюс один ко всем статам закрывается прямо лоугрейдными итемами, дешевыми браслетами, книжками, браслетами Карли очень-очень дешевая кола и дает много статов. Плюс закрыл вот эти вот истории. Всего лишь одну пока что, но это уже дало мне достаточно много. Убрали из избранного. Здесь нужно покупать браслет 7 не исключительного качества. Я его купил, закрыл, но при этом дало мне очень много статов. Также убираем из избранного. Ну и переходим с вами дальше. Здесь добавляем шлем. Нужны будут самоцветы в большом количестве и энергия разрушения, по-моему, называется. Зеленка, короче. Ее всегда все называют зеленкой. Закрываем еще одну коллекцию. Отлично. Это прям очень люто простые колы. Добавляем магическое тело. И здесь я столкнулся с тем, что нужно огромное количество точек, обычных R-грейда, гигантов и блесок. Ну и, соответственно, что мы делаем правильно? Мы идем на рынок, закупаемся огромнейшим количеством точек и стараемся этими точками, хотя бы обычными, для начала закрыть как можно больше слотов. Зато в будущем нам с вами этого делать не нужно будет. То есть все, что у нас будет падать поверх, все будет уходить в аукцион. А, соответственно, дальше в Адену в этом случае и в нужные для нас итемы. Закрываем. И, по-моему, еще... Да, вот здесь я с вами еще закрою. И вот сейчас здесь две пары штанов нужны будут. Здесь две пары верха нужны будут. Но это дорого-дорого. Давайте лучше вот эту закроем. Принимаем. Так, это дорогая. Вот это вроде ничего. Ну, да, давайте в ней закроем. Принимаем. Принять. И, наверное, вот эти две еще постараемся закрыть. Да, там все уже у нас закрыто. Давайте. Оп-оп. Принять. Хорошо. Да, и вот эту вот применить. Отлично. И у нас хватает. Ну, давайте тут уже все на шару дальше накидаю. Куда влазит, куда хватает. Но зато, зато, повторюсь, больше этих точек нам с вами добавлять в коллекции будет не нужно. Не нужно. Их можно, конечно, просто хомячить, складировать будет у себя на аккаунте. Но в целом я, скорее всего, их буду просто продавать. Переходим дальше. Переходим дальше. Тут у нас точки. Сразу же я решил и випонки добавить. Виапон, да. Випон, виапон. Кто как читает. Но правильно випон. Уроки английского от мастера Чу. Так. Что здесь закрыть? Здесь вот это точно закроем. Это дешевая коллекция. Нужно только кристаллы будет намутить. Ну, они в целом добываются очень-очень быстро. В больших количествах, если будет желание. Так. Ну, а это все с шиленами. Шилены мы с вами пока игнорируем. Так. Сюда. Гемстоуны, самоцветики мы с вами добавляем. Тоже закрывается достаточно много именно слотов. Не целиковых коллекций, а именно слотов. Ну, и сейчас мы с вами будем точить. Сейчас будет небольшая заточка. Или нет, не будет. Нет, не будет заточки. Все, закрыли еще дополнительно вот эту коллекцию. Убираем из избранного. Да и вообще, ребят, лучше зайдите, когда первый раз в коллекцию заходите на ваших аккаунтах. Добавляйте в избранное. Вам так будет проще. Вот прям серьезно. Если видите, что-то легко вы можете закрыть. Добавили в избранное. Закрыли. Ну, и вот такие вот коллекции еще дополнительно мы с вами затыкиваем. Вот такой у меня получился результат. В целом можете следовать моим каким-то таким вот мувам. Мне коллекция в Lineage Domain не показалась какой-то прям сверх зубодробительной, после которой просто хочется выйти из игры. Поэтому играйте в хорошие игры. Не забывайте подписаться на канал. Не забывайте, что в описании имеются реферальные ссылки. Хорошей вам игры. Хороших вам эмоций. Всего доброго. Обнял, поднял, подбросил, поймал. С вами был я, Мастер Чу. Всем до новых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok